Всех приветствую на своем канале. Бывший муж Аллы Пугачевой умер в реанимации. Александр Стефанович лежал с обширным поражением легких. Александр Стефанович умер в больнице имени Бахрушиных, передают журналисты. Да, действительно умер, подтвердили родственники продюсера. В начале июля бывшего мужа Аллы Пугачевой экстренно госпитализировали с сильным поражением легких. У продюсера был обнаружен коронавирус. Александр Борисович заболел еще в конце июня, но занимался самолечением. В какой-то момент его состояние сильно ухудшилось, после чего скорая помощь забрала его в клинику в Сокольниках, перепрофилированную под коронавирусных больных. Напомним, Александр Стефанович был вторым мужем Аллы Пугачевой. Пара прожила в браке с декабря 1977 года по декабрь 1980. Продюсер активно помогал раскручиваться певица. Стефанович всегда подчеркивал, что именно он придумал стиль Аллы Борисовны. На кухне продюсер повесил листок со новополагающими принципами работы артистки. Так ей следовало не просто исполнять композиции, а устраивать на сцене короткий спектакль, петь только русские песни, сосредоточившись на теме тяжелой женской доли и одиночества. Выступления Аллы Борисовны отныне выглядели как исповедь. Пятый пункт назывался Пугачевский бунт и подразумевал правильное появление на телеэкранах, отмечал Стефанович. Нужно было не только правильно появляться в нужных передачах, но и затем исчезать на какой-то период, чтобы народ кругами ходил, опять запретили, опять не пускают. Куда ж она, бедная, делась? Естественно, запускали какие-то бесконечные слухи. Одна из смешных импровизаций вообще за столом родилась, Пугачева убила мужа утюгом. Звездный брак распался из-за измены. По словам Аллы Борисовны, супруг не был ей верен. Однако мужчина всегда говорил, что никогда не переходил черту. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.